я зашла волсе вайки кихом пришла вам показать как здесь осенняя коллекция них позже вам покажу как еще витрина красивая смотрите тарелочки минут понравились красивые 27 лир стоит одна тарелка только вот что они не продумали что белое белые пятна здесь полотенчики такие в осеннем стиле это свечки смотрите прелестные 4 свечки стоят не вижу сколько стоит нет цены на них другие возьму посмотрю а здесь уже 6 таких белочек тоже нет а вот 35 лир это стоит 6 штучек а эти 20 лир стоит 4 штучка полотенчики такие вот тоже осенние цена 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 не вижу цену 30 лир стоит таких два полотенчика вот такие еще есть салфетки 15 нет 13 лир эти красивые какие-то такая осень-осень красивые салфеточки что-то не упало это подставки под горячее 25 лир за 2 за два таких листочка красивые так что вам еще показать вот плед рыжий все в этом в одном стиле красивый вот еще набор пастельного белья такой мне кажется что он немножко унылый смотрите какой-то грустный дождливый цену сейчас скажу цена 120 лир вот такие еще есть что это передник наверно да написано цену не скажу такие пледики если мне сейчас на не очень не нравится это наш а это набор пастельного белья ухты смотрите какая налочка красиво свит фолл сладкая осень 40 лир вообще классно плотно и хорошо сделано и качественно это что это скатерти а это такие салфетки под еду тоже в том же стиле с кармашком такими для вилок ложек такой кармашек тоже интересная идея стоит 35 лет такие пара получать две штуки ну вот такой набор салон наволочки с листочками 30 лир за две наволочки красиво и вот такие еще маленькие подставочки под горячее здесь 4 листочка таких для чашек 15 лир ну красиво вот так если стол оформить то можно прям все это взять и так вместе будет такая композиция красивая смотрите какая красивая витрина здесь даже пижама есть в осеннем стиле красиво оформлено правда не не увидела я вот таких чашек в виде чиклочки вообще посуду так красиво все сделано даже прихватка есть такая с осенними листочками и здесь еще красиво этим временем в английском уже новый год смотрите какие штучки новогодние но это наверное старая коллекция так думаю просто не выставили подсвечники я зашла migras снимаю вам покупки возьму вот такого чай натуральный кстати это марка турецкая и состав здесь только натуральные компоненты нет никаких ароматизатора этот чайок это у нас имбирь липа и мед такой чай еще взяла ромашка вот такого от migras потому что нету фирмы doodan здесь кстати тоже состав где-то здесь написано вот только моис папатесы майская ромашка возьму молоко мирина кашку овсяную кашку с молоком она есть пьет точнее есть вот такое вот генруксут это молоко которое быстро портится пару дней всего стоит проходность обязательно смотрю и кстати стараюсь брать сзади полок сейчас вам еще покажу какой тут еще выбор вот кефира разного себе наверное возьму сейчас попить кефир какой-нибудь я вот такое люблю с ягодами беру подальше обычно они более свежие чем дальше стоят тем свежее и еще мире возьму сейчас молоко вот такое молочко возьму точнее это не молоко это пробиотик такой напиток 16-11 взяла еще пачку маргарина и сахар буду делать сегодня кекс сейчас иду за дворогом взяла еще бананы смотрите как интересно у нас висят картошка и яйца еще у меня здесь в принципе все хлебушку свежий везу и того весь счет у меня получился на 90 одну лиру но минус 12 лир по моему потому что там минус 12 лир потому что бабушка там попросила купить суджук еще по скидке ну вот так вот принципе ничего такого не купила вот так много получилось но от банана допустим по 15 лир за килограмм по 16 у нас банана дорогие до получилось на 15 лет что еще здесь было больше 10 лир ну все вот это то что она покупала со скидкой ну да вот только в принципе банан дорогие остальное меньше 10 лир и вышло так много сейчас буду готовить банановые и шоколадные кексы и так готовим банановые маффины я здесь два бананом вилкой размяла два яйца разбила сейчас буду погруженным блендером наверное это все размешивать не будет удобно вилкой если бананы мягкие то вам будет удобно и вилкой это сделать но у меня бананы свежекупленные не полежали поэтому придется мне сейчас погружным блендером это все делать я решила сразу и сахар добавить 150 грамм сахара приблизительно нужно это где-то вот таких больших полстакана у меня чуть больше там получилось 167 было написано ну не страшно думаю не суть главное чтобы были сладенькими и сейчас вот этим всем забить вот такая однородная масса получилась теперь мне надо сюда добавить 150 грамм сливочного масла растопленного ну можно маргарина принципе не суть сахар рассыпала ведь по всей столешнице черная столешница все видно и и муки 250 грамм и еще разрыхлитель ну или можно я наверное сделаю не разрыхлитель а соду с уксусом до добавлю одну чайную ложку гашеной соды и тогда будет наверно получше смотрите на упаковке маргарина так удобно сразу есть разделение по 50 грамм то есть я сейчас отрежу вот так вот и вот этот кусочек мне нужно будет растопить микроволновки и добавить уже в тесто вот такое тесто получилось добавила уже и муку то что комочки это ничего страшного это масло просто не растопилось до конца по формочкам сейчас разложу к сожалению не такой штуки плотно которая будет держать надеюсь они не разлезут вот смотрите отправила я банановые маффины в духовку они уже так поднялись буквально за пять минут на 180 градусов ну минут 20-30 я не буду выпекаться или дольше я пока буду готовить шоколадные маффины там другой рецепт здесь у меня 220 грамм муки два пакетика ванилина один пакетик разрыхлителя сюда же добавляю 10 грамм какао может чуть больше и 200 грамм сахара это все сухие ингредиенты которые у нас этом рецепте должны быть сейчас это перемешаю и отдельно в отдельной миске буду готовить уже мокрый так скажем ингредиенты в отдельной посуде взбила 2 яйца добавила 170 миллилитров молока и сейчас сюда мне нужно будет добавить ой извините растопленное сливочное масло все это тоже венчиком взбить и уже потом добавить к нашим сухим ингредиентам смешала я уже сухие и мокрые ингредиенты и добавлять сейчас буду вот такие вот кусочки шоколада у меня в данном случае молочного шоколада так они выглядят они продаются практически любом супермаркете если у вас нету вдруг то можете просто шоколадку кусочки порезать любую которая вам нравится и все сейчас это размешаю только нужно не сильно вымешивать потому что тесто должно быть такой немножко с комочками банановые кексики готовы вот эти большие я слишком много теста положила видите они прям вылезли сильно маленькие хорошо получилось и теперь вот этот кекс доготавливаю развела по формочкам где-то на две трети заполнила все-таки я подставляю вот эти штуки потому что они иначе форму не держат и в разогретую духовку